Друзья, доброго дня! 11 часов. Мы начинаем вебинар «Прогулка и контроль сотрудников». Это вебинар из серии «Удаленная работа». У нас будет 5 вебинаров в течение ближайших нескольких недель. Мы посмотрим поглубже на процессы, которые происходят с компанией в удаленном формате. И каждый раз в вебинаре мы будем посвящать какой-то определенной теме. Сегодня тема «Контроль». Меня зовут Михаил Беляев, я руковожу представительством один из Bittrex в Санкт-Петербурге. Я буду ведущим вебинара. Сегодня у нас два спикера будет, я представлю каждого из них. Мы начнем, наверное, с дежурных историй. Друзья, скажите, пожалуйста, вот я себя слышу, вижу хорошо. Вдруг у вас не так здорово. Если меня слышно и видно, просто поставьте мне в чатик плюсы. Плюсы я вижу. Огромное спасибо. Это прямо и слышно, и видно. Если вдруг у вас какие-то сложности возникают с видео или со звуком, обновитесь, пожалуйста. Вот я слышу, что у кого-то звука нет, а у кого-то есть. Если сложность со звуком, пожалуйста, попробуйте обновиться или переподключиться. Обычно это история, которая связана либо с интернет-подключением, либо с конкретным подключением вот прямо в текущий момент. Так, большое спасибо. Сразу же скажу, что запись вебинара будет. Мы запись ведем, и по тем участникам, которые пришли к нам, мы сделаем рассылку. Скорее всего, мы сделаем это завтра. Будет конвертироваться запись на сервисе. И мы отправим, можно будет пересмотреть особенно понравившиеся моменты и сделать какие-то выводы уже или записать себе конкретно что-то. Так, в самом начале немножко про конкурс розыгрышей. Вот тот слайд, который вы видели перед началом мероприятия нашего. Это слайд, который рассказывает вам, как получить волшебные призы. Но мы, конечно, надеемся, что удаленка останется с нами не только на ближайший месяц, но и далеко дальше. Но выходить из дома, нам из карантина, все-таки стоит. И в ближайшем будущем, я надеюсь, можно будет так поступить. У нас есть классный рюкзак, с которым здорово ходить по городу. У нас есть стильный пауэрбанк, который не обязательно всем показывать, но он здорово заряжает девайсы. И зонт этот VITREX24. Значит, чтобы всю эту штуку, три штуки эти получить в одни руки, мы просим вас пройти в аккаунт Instagram VITREX24.ru, поставить на свежем посте, который рассказывает как раз про сегодняшнюю прогулку, лайки и отметить двух своих друзей-предпринимателей, которым про удаленку тоже здорово послушать и полезно почитать. И выложить фото в сторис или у себя в Instagram про наш вебинар, как вы смотрите. Ну, вот пример фотографии я нарисовал. Здесь такой-то вчерашний пример. Я написал, что я смотрю вебинар по удаленке, поставил хэштег VITREX24. И на всякий случай и здесь тоже отметил пару своих товарищей. Так, отлично. Значит, мы переходим, наверное, к основной части сегодняшнего мероприятия. Мы сегодня будем говорить про контроль. Тот момент, когда люди решили перейти на удаленку, ну, или им подсказали правильное решение, что нужно перейти в удаленный формат, мы начинаем понимать, что не все так гладко, как рассказывают нам вот в первых рекомендациях. Сядьте дома, сделайте свое отдельное рабочее место, придумайте какой-то ритуал для того, чтобы начать рабочий день, для того, чтобы его закончить. И здесь возникает, ну, некоторое количество сложностей. Мы поэтому сегодня посмотрим на сложности, ну, с точки зрения, наверное, компании и руководителя компании или руководителя отдела, который говорит, у меня вот есть сотрудники, но что-то подсказывает мне, что я теперь не понимаю, что они делают. И мы посмотрим на этот процесс, как же контролировать сотрудников, и нужно ли их именно контролировать, или есть какие-то другие инструменты, другие механики. Посмотрим сегодня с двух сторон. Первая сторона теоретическая, логическая, что нам сделать, ну, как это придумать, как это устроить. А вторая сторона такая техническо-практическая. Мы посмотрим на базе сервиса Bittrex24, как настроить некоторые механики технически или просто настроить сервис, научиться работать в нем, так, чтобы не нужно было никого постоянно дергать. Есть ли ты на месте, занят ли ты чем-нибудь, что ты прямо сейчас собираешься делать. Так, мы для этого сейчас переключимся на первую часть. И я приглашу в наш эфир Филиппа Гузеника. Это коуч, тренер и вообще человек, у которого я очень многому учусь. Это работа с огромным количеством команд, которые за плечами у Филиппа позволяют ему очень здорово видеть процессы, видеть очень много практических решений, которые правда работают. Ну, и рекомендовать. Филипп работает с очень разными компаниями и не очень большими по количеству сотрудников, и очень большими по количеству сотрудников. Мы сейчас попросим его к нам присоединиться. Филипп, если у тебя есть кнопка «Выйти в эфир», «Выходи скорее», «Выходи скорее гулять». У нас прогулка, и мы выходим гулять. Филипп, если ты на связи... Филипп есть у меня на мобильной связи, и мы сейчас попробуем сделать так, чтобы он появился и у вас. Да, окей. Значит, Филипп подключается к нам, и вот буквально через минутку, через две он будет у нас. Значит, про Филиппа рекламного я вроде много порассказывал. Можно посмотреть на его интересный проект, который называется «Счастье в деятельности». Это то, как применяются управленческие практики для своего удовольствия, для того, чтобы ты работал в той компании, в которой ты хочешь, занимался тем, чем нужно, и делал это с удовольствием, с внутренней мотивацией, так, чтобы было все отлично и хорошо. Сегодня мы в первой части поговорим с Филиппом. Что нужно сделать? Я позадаю вопросы. Я думаю, что у вас точно такие же шансы будут позадавать вопросы. У нас есть волшебный чатик. Мы будем в него подглядывать. Что есть в чатик, какие вопросы, и будем что-то оттуда брать оперативно. Если говорить по регламенту еще, то у нас с вами будет такие два блока, минут по 40 примерно. Вот первый блок по 40 минут мы сделаем потом переключение на второй технологический, на блок Bittrex 24. И посмотрим с точки зрения Bittrex 24, можно ли и как можно устроить себе спокойную удаленную работу, не нервируя всех. Я уже подсматриваю немножко в чатике. Там есть вопросы снова про запись. Да, друзья, запись будет. Если вы присоединились к нам только что, напомню еще разок. У нас вот тут на слайде есть механика, как можно получить призы. Я рассказывать ее еще раз не буду, можно быстренько прочитать. Сегодня после вебинара, когда у нас закончится и первая, и вторая часть, я прям в режиме реального времени, в онлайн расшариваем экран, покажу, как мы выберем по комментариям под посту победителя и ему, курьером, в то место, куда курьеры ходят. Я надеюсь, что вы именно там, куда добираются курьеры. Доставим те самые призы, которые обещали. Значит, мы вышли в запись. Я боюсь пообещать, что сегодня прям к вечеру. Ну, как только сервис ее отдаст нам, ну, вот завтра мы такую рассылку сделаем. Так. Спрашивают про авторизацию с телефоном. Авторизация может быть по почте. Если вы регистрировались, то по электронной почте регистрация проходит. Должно быть все окей. Итак, друзья, еще раз напомню, что вы сегодня на первом из пяти вебинаров у нас есть такая серия про удаленную работу. Мы будем говорить про удаленную работу с немножко разных точек зрения. С точки зрения каких-то процессов внутренних, с точки зрения контроля сотрудников. Сейчас как раз у нас история про контроль. Значит, почему вы назвали это все прогулкой? Давайте я вам маленький инсайт их дам. Когда мы задумывали эту серию вебинаров, не нужно было строго сидеть по домам, и мы прикидывали, что давайте мы выйдем, например, в Петербурге с разных локаций. Мы выйдем на петербургскую крышу, там так красиво и здорово. Мы потом выйдем в какое-нибудь панорамное место, чтобы можно посмотреть на Неву. Ну, много-много интересного можно найти в Петербурге. Реальность некоторая корректива внесла, поэтому мы теперь выходим тоже как бы на прогулки. Если вы посмотрите за нами, за спикерами, есть такой фон. Он сегодня библиотечный, красивый, интеллигентный. И мы на фоне этого фона, прошу прощения за патологию, будем сегодня вам рассказывать, как же нам прогуляться. Ну, гулять мы будем, погружаться этой прогулкой в мир контроля. Мне кажется, что в хорошем смысле этого слова. Филипп, привет, ты с нами. Привет, Михаил. Меня слышно? Да, слышно и видно, и это очень здорово. Теперь мне нужно будет убрать вот этот волшебный слайд, который все видят долгое время уже из эфира. Так, и пока я справляюсь с этой нелегкой задачей, я немножко представил тебя, Филипп, каким образом я тебя знаю, наверное, в большей степени. Если можно, буквально в течение минутки расскажи, что у тебя с компаниями и контролем. Мы сегодня пригласили тебя как эксперта по теме контроля. В каких ты отношениях с контролем и компаниями? Давай я расскажу. Коллеги, здравствуйте. Я последние 12 с первыми лицами компаний. Там до 60 тысяч человек в подчинении у людей. Большие проекты, запуск разного в космос происходит. Поэтому тема менеджмента, тема контроля, тема, как делаются большие дела, она очень актуальна. Работаю также и с людьми, у которых маленькие компании, локальные команды. Вижу, что сквозным образом тема очень важная. И вижу, сколько болей и как люди себя убивают об эту тему. Вот прям, знаешь, когда видишь, как у человека там несколько бизнесов, у него там десятки команд, как он тратит на это минуты, и у него все контролируется, все работает. И видишь рядом, как у человека два сотрудника, и он об них просто себя, как бы себе разбивает лоб. Вот хочется, поэтому я и про боль могу, и про вот те простые практики контроля и отношения к этой теме, из которых рождается действительно настоящая эффективность поговорить. Сейчас много работаем с темой удаленки. Вот в Альфа-банке делали большой про эту серию цикл вебинаров, и компании очень многие обращаются с тем, как вообще настроить работу на удаленке. Как этот вот контроль, когда ты не можешь людей потрогать по плечу, как бы, да, загнуть им там в монитор, как бы с ними как-то поговорить. Вася, Петя, Коля, как у тебя дела? Как это делать в удаленке, тоже можно про это поговорить. Давай попробуем. Ну, тогда, ну, прям ситуацию, кейс, с которой мы тоже сталкиваемся. Я тебя не слышу сейчас. Так, сейчас меня не слышно. Друзья, а слышно ли меня? Только Филипп не слышит или... Чему-то звук ушел, я не слышу. Так, меня слышно. Так, значит, я... Вот так вот оно. Всем слышно, Филиппу не слышно. Нет, Михаил, я тебя не слышу, а ты меня? Я тебя слышу хорошо. Ага, а я тебя нет. И нам нужно с этим что-то придумать. Значит, что мы можем придумать, если быстро? Ага, вот Аня слышит всех. Да, если мы посмотрим в чате, то всем слышно и здорово. Да, ну, мы можем... Так, а вот в таком формате есть ли звук у тебя, Филипп? Нет? Так, тогда мы будем поступать следующим образом. Я Филиппу буду писать в сообщение вопрос, а Филипп будет на него отвечать. Так. Что делал? Вот вопрос я сейчас озвучу на все. Предложение, может быть, Михаил, я поговорю про это, а ты, если у тебя будут вопросы в чат, можешь мне сбрасывать, чтобы я на них отвечал? Может, давай, первый вопрос в чат, прям бросай, про что начинать, куда пойдем? Договорились. Это непредвиденная история. Да, непредвиденная заминка, мы ее сейчас поправим, на самом деле. Фокусы на удаленке. Так, оба пришли к одинаковому решению. Ждем вопрос от Михаила. Вот динамики вроде бы работают, то есть микрофон в порядке. Я слышал только что, Михаила, буквально вот в начале нашего общения. Так, ну вот это, между спикерами что-то нет. Я вопрос отправил, и мы сейчас будем ждать от Филиппа. Видно и слышно обоих спикеров. Ничего не нажимал, Ольга. А, по мобильному созону между нами точно, Михаил, вот что мы сделаем. Спасибо, коллеги. Да. Одна мудрость группы. Набираю тебя. Да, во-первых, друзья, спасибо вам большое за то, что вы с нами и подсказываете решение. Значит, будем вот в таком формате мы решать как-то. Значит, вопрос такой. Вот я руководитель, и никогда не работал с удален. И внезапно карантин говорит мне, распусти, пожалуйста, сотрудников по домам. И они ушли, правда. Я им там отдал компьютеры, они сели домой, и вроде бы все работают. Но мне страшно. Я не понимаю, что они делают. Они ходят в холодильник. Они, значит, играют с детьми в пазлы. Вот что происходит, я совершенно не понимаю. И в этот момент мне бы очень хотелось их поконтролировать. Но я сотрудник, вернее, руководитель осознанный, и понимаю, что каждый день или каждый час дергать их не очень здорово. Вот что мне делать со своим страхом? Как вообще контролировать сотрудников, если ты не можешь потрогать их по плечу? Давай расскажу про три вещи, коллеги. Про три уровня контроля, которые важно включить в этой ситуации. Расскажу про принцип дисплея и про принцип ритма. Смотрите, на удаленке действительно то, что слышу от людей, куча энергии тратится на то, чтобы до всех дозвониться, с каждым поговорить, как бы, да, в парах их собрать, обсудить на троих, на четверых. То есть, время руководителям в мыле. Человек говорит, я 14 часов сижу в зуме, как бы, да, вообще, то есть, отойти в туалет некогда. Это история. Вот. Поэтому очень важно включить в команде три уровня контроля. Контроль, как бы, сверху необходим, чтобы люди чувствовали присутствие, что кто-то смотрит на то, что происходит. Это да. Но крайне важно на удаленке включить взаимный контроль и самоконтроль. То есть, сделать так, чтобы люди начали в условиях, когда, как бы, отвлекают дети, там, да, вторые половинки, когда непривычный ритм работы, когда действительно вот с утра не встать, вечером не лечь, как бы, да, они получили бы от вас некий сервис управленческого контроля, который помогает справиться с хаосом жизни. Вот, коллеги, если что-то из того, что говорим, отзывается, прямо в час бросайте так, как в теплое зеркало, да, какие-то фразы, которые вот вложатся, если, то скажите. Вот. Контроль равно щит от хаоса. То есть, как мне сделать так, чтобы у человека было сфокусированное осознание, чтобы он понимал, что он делает полезную работу и мог достигать успеха в своих делах. Так вот, включить все три уровня контроля, контроль сверху, взаимный и самоконтроль, можно через эффект дисплея. То есть, так или иначе, договориться с командой о том, каким образом команда будет выкладывать свои задачи в общее представление, в общий дисплей. Вот в битриксе это есть, подробнее потом расскажете, да, потом, как это можно делать. Это есть в других системах тоже. Но что важно? Важно превратить создание общего управленческого дисплея в совместно обсуждаемую практику организации команды. То есть, если вы этого еще не делали, или если вы это уже сделали, то очень важно итерационно подкручивать свой управленческий дисплей. Причем, сделав это практикой совместного обсуждения, вот как бы там раз в неделю, раз в пару недель, коллеги, как у нас дела? Вам комфортно так работать? Давайте вместе договоримся, как нам отображать наши задачи, чтобы всем было понятно, удобно и хорошо. Это одна история. И вторая история про ритм, что к дисплею нужен правильный ритм. И оптимальный ритм сегодня – это ритм ежедневный, чтобы люди как-то были в тонусе, и у них была история. Мы из скрама эту штуку берем. Что я сделал вчера? Какие были сложности? Что будешь делать сегодня? Некоторые добавляют антикризисный отчет по классности. А что получилось круто, что было интересно, прямо поделись. И ритм еженедельный работает, и в нем есть докрутка небольшая. Сегодня очень часто люди разделяют ретроспективу недели и запуск недели. Когда мы проводим в пятницу кусочек, посвященный как у нас дела, что мы сделали, что получилось, что не получилось, что важно учесть, забывают об этом и в понедельник запускают неделю, набирая новые задачи в бэклог. Поэтому принцип дисплея и принцип ритма – очень важная история. И крайне важно, мы с тобой говорили про то, что тема контроля, сочетается с темой доверия. И вот как превратить настройку системы контроля в акт доверия команде. То есть, друзья, не я тот, кто будет сейчас вас контролировать, мелочно подкручивая то, что вы делаете. Я вам придумываю эти драконовские, железные условия, вы будете мне вот так вот отчитываться. А коллеги, вот главный сейчас блестящий руководитель, который знакомый, говорит, что я работаю в принципе, давайте сделаем себе удобно. Коллеги, давайте сделаем так, чтобы нам всем было удобно, чтобы Вася, который должен передавать свои задачи в Пете, чтобы они могли договориться, чтобы один отдел с другим хорошо сшивались. Поэтому создание системы контроля под флагом «давайте сделаем себе удобно вместе» как акт доверия команды и организация дискуссии вокруг этого. Я считаю, как бы одна из таких вот прямо подходов, время которого сегодня пришло. Я переключаюсь, вопрос, да. Вот смотри, очень интересная история про контроль и доверие. И, ну вот если посмотреть первый раз, то кажется, что это на разных полюсах лежат два слова. Контроль с одной стороны, доверие с другой. И ты либо доверяешь сотрудникам, говоришь, ребят, вы все классные, сделайте их хорошо, либо их жестко контролируешь. И ты просто ползунок перемещаешь между этими двумя полюсами и настраиваешь, что мне комфортно так или компания вот так. Правда или нет? Давай прокомментирую. Есть три стадии управленческой зрелости. Расскажу про то, как эволюционирует понятие доверия и контроля на этих стадиях. Как правило, первая стадия, когда я пытаюсь контролировать. Я был специалистом, я управлял своей работой хорошо, и мне дают как бы человеку в подчинение, я пытаюсь как бы, да, его контролировать. То есть как бы читаю за ним все его бумажки, как бы, да, вот перепряю задачи, трачу кучу времени, напрягаюсь, злюсь, говорю, делай по-моему, как бы, да. Я знаю людей, у которых там по холдинге по 3000 человек, 25 подчиненных, они пытаются так контролировать, как бы, да, своих вот сотрудников. Вот дальше, как правило, наступает, как бы, боль, потому что, ну, времени не хватает, в туалет сходить некуда, 300 звонков в день, как бы, да, телефон раскаляется и плавится в руках. Вот. И люди говорят, давайте пойдем в бирюзовой организации. Давайте у нас будет доверие, люди сами зрелые, опытные, лучше понимают, давайте просто им доверять, все как бы это отдадим, отдают. И дальше компания разваливается, потому что люди не готовы, не готовы к такого рода свободе. У них нет пока не настроена эта внутренняя система самоконтроля и взаимного контроля. И дальше мы смотрим кейсы. Смотрим кейс компании вкусвил, например. Они говорят, ребята, в 2014 году в кризисе мы выросли на 93%. Как бы, да, у нас эффект от парадигмы доверия вместо контроля 40% больше эффективности, по сравнению с другими сетями, и 60% меньше времени, тратимая на задачи. Там крупными буквами написано доверие на кейсе вкусвил, а мелкими контроль через прозрачность. То есть все кейсы успешных команд, где есть доверие людям, вот мы берем там дубль-два гис, интересная компания, да, это кейсы, где более зрелая концепция управленческая в голове, более другая логика действия, логика действия стратега работает. Когда ты понимаешь, что невозможен контроль, невозможен доверие без ответственности. И людям нужно сделать удобно, быть ответственными. И это и есть высшая форма которой, когда ты берешь и создаешь такую систему, где люди, не ты плохой полицейский, который должен постоянно напоминать, что Вася, ты не сделал задачу, да? Ты строишь систему прозрачности так, что всем видно, Вася сделал или не сделал. Вот Артем Степанов из компании Манфер-Вирванов. Кто знает компанию МИФ, Манфер-Вирванов, включайте просто, бросьте, если знаете, они крутые, как бы, да, они делают крутые книжки, и у них всю дорогу, они на удаленке, постоянно удаленная команда. Говорят, коллеги, у нас очень много доверия к людям, прям, ну, как бы, мы прям вот, у нас прям все позитивные, очень, ребята работают, там миллениалов много очень, как бы, да, вот там точно, там не культура, как бы, такого, да, вот этого Y. Вот, у нас все очень понятно, мы работаем спринтами, человек приходит, как бы, на спринт, мы говорим, ну, что будешь делать, вот, как бы, это сделаю, окей, как бы, через неделю приходят, это не сделано, ну, как бы, все, как бы, ну, всем неловко, как бы, ну, что, говорим, ну, хорошо, может, тебе как-то помочь чем-то, как бы, вот, ну, то есть, что-то, может быть, не понял до конца, как бы, да, чем помочь, расскажи, человек говорит, ну, вот этим, этим, приходит, не сделано, два спринта не сделано, ну, как бы, просто не о чем говорить дальше, понимаете, вот, к сожалению, в управленческом ДНК русского менеджера заложен очень болезненный, вот, подход к контролю, мы не строим прозрачную систему, мы не определяем четко задачи, мы боимся уволить и орем на человека, тратим кучу нервов своих и его и не увольняем годами. Человек не успешен, работает плохо, компания стреляет в ногу и себе тоже, как бы, да, и мы тратим нервы. Поэтому это очень важно. Мне кажется, что доверие и контроль через прозрачность, это как две стороны одной медали, одно не может быть без другого. Поэтому давайте, как бы, да, выходить на зрелые уровни управленческого контроля, который предполагает высокий уровень доверия. Это прекрасная история, мне кажется. Я вот здесь сейчас сделаю акцент про контроль через прозрачность. Про доверие вроде бы понятно все, и тут есть вопросы в чатике, что про доверие, это кто должен делать? Это руководитель, это HR, если компания побольше, это там кто-то другой, там кто-то сидит в другом кабинете и он рассказывает всем про доверие. Если хочется доверия, в тот кабинет нужно сходить, например. А контроль через прозрачность мне очень тезис нравится и близок, когда ты говоришь контроль, да, то есть должен ли ты понимать, что происходит? Ну, конечно же, должен. Но как понимать? Не в чатик писать, что у тебя, а сейчас, а сейчас, а вот сейчас, когда ты это сделаешь? А ты просто строишь такую систему, в которой все понимают, как правила игры, во-первых, и все результаты видны. Верно слышу? Да, давай отреагирую. Три прикольные истории пришли. Ну, на мой взгляд, прикольные. Одна история про, как это, мы тех, кого мы ждали. Вот как бы, мы ждем, что кто-то там, SEO там, как бы, да, HR там, что-то наладит. Вот я работаю много в таких государственных холдингах прямо, да, там очень все жестко, там 40 минут занимает пройти через КПП просто. Ну, вот эти самые, да, кессонная болезнь такая, да, вот. Там написано, забудь надежду всяк сюда входящий прямо на двери. И понимаете, вот в одном отделе вот это вот и такая бюрократия, как бы, да, а в другом вот соседний отдел, та же компания, а там все живые, там все по конференциям есть в Миро Руко, когда делают крутые проекты, там просто огонь у людей. Поэтому я очень верю в такую фразу, друзья, пожалуйста, запомните. Касается контроля, доверия и всего остального. Вы, лично, это первое лицо компании. Я, первое лицо компании, я могу быть руководителем команды из трех человек, я первое лицо. Я обеспечиваю систему контроля и прозрачности в максимально хорошей форме. Это одна история. Вторая история, вот смотри, про прозрачность. Мы с тобой сейчас запнулись, да, у нас как бы, ну, там, дисконнект случился, и мы сделали это прозрачным. Блин, ребята, как бы, ну, как-то нам с Мишей не соединится, мы были внимательны к тому, что нам написали в чате и тут же соединились. В этом смысле управленческая система развивается через обналичие, обналичивание tensions, напряжений. поэтому, когда у меня фрейм внутри, в голове, способ думать, что я должен всем наладить, как бы, систему контроля и как ее сделать, и покажите мне экспертные решения, как бы, да, как это наладить, я ее буду внедрять, как бы, с кровью туда, как бы, да, то вот это один способ подойти к этому вопросу, а другой способ, он в том, чтобы доверять тому, что у меня в команде собрались умные, неуспокоенные люди, те самые, кого мы ждали, я могу предложить какую-то идею или формат, сказать, ребята, смотрите, ну, как бы, на салфетке, мне кажется, что вот так вот будет поудобнее нам вместе смотреть на наши задачи, и дальше я буду внимательно, а как вы думаете, расскажите, как это, как сделать лучше, и вот, любая идея, которая будет лучше, чем моя, я буду ее принимать и тестировать, поэтому, вот, для меня, это не провнедрить, систему контроля, а это про вырастить ее в команде, вместе, это очень важная история, и третья история про менеджера мельницы, про ленивого менеджера мельницы, с одним руководителем работаю, он говорит, Филипп, здесь разные категории менеджеров, есть, как бы, такой менеджер-энеджайзер, который куда-то бежит, постоянно, как бы, на себе, на себе все тащит, как бы, да, вот, я считаю, что хороший менеджер, это менеджер мельницы, вот, он, как бы, сидит, а водичка течет, и все крутится, да, вот, если я беру на себя роль того, кто помогает людям не решать их, их задачи, а помогает им, сделать им удобно решать задачи, то есть, я тот, кто отвечает за настройку системы, это смещает фокус, я могу тогда продуктивно, как бы, до своей интервенции делать так, что я помогаю компании отстроиться, вот, коллеги, не знаю, похоже ли это на то, что у вас отзывается? Так, мы возвращаемся в режим реальной связи с двумя ушами, значит, я читаю комментарии одним глазом, правым, чаще всего, и там есть вопросы, друзья, можно ли приземлить, вот, смотрите, мы сейчас говорим, да, больше теоретическую часть, как это должно быть в понимании, и во второй части мы прямо будем показывать интерфейсы B324 и говорить, смотрите, вот, когда мы говорили про прозрачность системы, вот как это выглядит, например, вот как ставить задачу, это будет, мы прямо сейчас не идем на уровень инструментария конкретного, но во второй части прямо его покажем, вот, на экране, визуальный, интерфейс B324, и все покажем, значит, сейчас больше про то, как выстроить логическое, значит, есть вопросы, вопросы, два вопроса, я сейчас оба озвучу, и мы по очереди на них ответим, такой общий вопрос, когда что-то делаешь, вроде бы все правильно, как ты говоришь сейчас, но не работает, там, сотрудники безинициативные не хотят, или сотрудники не понимают, или к инструменту они как-то не блик, или вот что-то идет не так, вот вроде бы я делаю, как ты сказал, но не получается, это первый вопрос, и второй вопрос, ты несколько раз сказал, что нужно сделать такой дисплей, чтобы было понятно, картинка была по всей компании, или по какому-то подразделению, вот дисплей, ты говоришь в прикладном понимании какой-то дэшборд в системе, в программе, или что-то другое ты имеешь в виду? Давай расскажу, то есть, если ближе прямо, как это работает на практике, дисплей – набор каких-то инструментов, элементов IT-системы, которые необходимы, что, как правило, вижу, это какой-то трекер задач, где-то место, к которому мы будем отслеживать наши задачи. Как правило, разбитый по командам, если несколько команд есть, очень часто выгодно отдельные процессы, отдельные дисплеи, где видно задачи по этим процессам. Вот. Очень часто выгодно сделать некое общее представление, где важные для всех задачи можно подсвечивать как бы на всю команду. Второй элемент дисплея – это чаты. вот как бы сейчас лучшая практика – это как минимум, то есть, как бы чаты командные, понятно, они есть. Вот. Но если несколько команд состоит, то делать дополнительно два чата, чат называется «Виртуальный кулер» или «Впечатление делимся», там, где можно про котиков, про новости, про все-таки, как бы слить какую-то, вот историю, которая к работе не относится, но будет как бы флудить остальное, если не сольешь. Поэтому, ну, то есть, как бы дальше используют разные представления, канбан-доски, разные форматы берут, как бы, да, строят ганты, люди делают себе удобно по-разному, очень разные инструменты, я понимаю, что вы будете подробнее дальше, как бы, да, всякое разное бывает, и у Битрикса вот все эти, как бы, элементы точно совершенно есть. Что касается, прямо вот как это в прикладную историю, вот что прямо делать сейчас, если не нужно наладить хороший контроль в команде, когда что-то не работает. Вижу прямо серийно в командах, которые консультирую. Возникла, возник некий формат антикризисных штабов, когда собираются вот эти самые, я называю их, виртуальные маньяки, то есть люди, которые, как бы, ну, по-хорошему психи, которым важно, в компании все получилось. Это не один руководитель, как бы, да, два-три человека. И в режиме буквально ежедневном проводят встречи на тему, вот, один очень круто сказал такой руководитель 60 лет про это, что сейчас, как бы, пробоя на подводной лодке. Вот такая ситуация, как бы, да, очень важен постоянный, постоянный, как бы, мониторинг периметра. Что происходит, как бы, да, с ключевыми клиентами, партнерами, с людьми, с командой сегодня. И вот, один из топиков это наша работа на удаленке. Какие конкретно вещи работают, что западает, что изменить, что закрутить. И если у вас есть какой ежедневный спринт на эту тему, где вы оцениваете ситуацию вместе с другими людьми, которые тоже в ней разбираются, то вы рано очень ловите сигналы, какой этот проект подвис, что такое бы не идет, как бы, да, мы, кем? Система контроля. Так, Филипп, ты с нами? Да. Да, отлично. Значит, и вопрос, который еще был, если вроде бы делаешь правильно, но там сотрудники не воспринимают, пытаются хакнуть систему, не играют по правилам или говорят, что не понимают. Я слышал этот пример, что там два, две попытки и выстрел, но все-таки вот по этой логике идти или есть еще какие-то скрытые смыслы? Давай я здесь как бы тоже рискую, рискую про то, что вода снова услышит, но мне кажется, принцип важен, да, больше говорю про уровень принципов. Есть две причины, по которым, по которым у человека может не получаться что-то сделать. Первое, он не может, второе, он не хочет. если что-то не происходит, задача руководителя в следующем, выяснить, это локальная или хроническая. Если человек не может сейчас, потому что, допустим, он не понял задачи, у него нет инструментов, как бы, да, ему там, как бы, нету влияния на кого-то, ему просто, да, нет возможности сделать, или он там потерял мотивацию, что-то у него там сложно сегодня, как бы, он как-то вот, может быть, личная какая-то сложная ситуация, да, ты это выясняешь, и тут задача помочь. То есть, как бы, если не может, хочет локально помогать, поговорить, пойти в контакт, поддержать, как бы, да, эта история. Но что важно, собой не кормить. Я спрашиваю, как бы, такой вопрос, слушай, а ты веришь, что в принципе он тебя сможет или захочет? Вот если ответ на вопрос, что в принципе, как бы, да, я не верю, что он, вот, действительно будет вкладываться и работать, то я считаю, что, как бы, расставаться нужно лучше раньше, чем позже, потому что я вижу кейсы, когда, как бы, ну, все понятно, как бы, что вот не будет тут работы, не будет дела, и полгода, как бы, тащим сотрудника, потом, как бы, расстаемся на негативе, потеряв меня, и действительно, вот, уйдя в эту роль такого плохого полицейского. Поэтому я за прозрачный, разговоры, если хоть что-то не получается, быстро туда, внимание дали, кровушку, лимфушку туда, в силе, как бы, да, промассировали эту сложную историю. И вернулись. И еще один акцент хочется поставить сейчас, перед тем, как мы перейдем вот конкретно к инструментам, интерфейсам Bittrex 24, про руководителя. Вот все-таки сейчас, мне кажется, что роль руководителя, особенно на удаленке, она увеличивается. И мне, ну, я там, средней руки руководителя, не знаю, руководил там 15 людьми, или там двумя стами людьми. И мне нужно сейчас понимать, какие действия мне сделать. Вот сейчас, когда я отпустил людей по домам, что мне прямо сейчас нужно сделать? Прямо сейчас нужно сделать там три действия. Первое. Нужно организовать вместе с ключевыми, то есть нужно выбрать двух-трех человек, которые вас поддержат в организации работы на удаленке. Это первое. То есть вы сами не справитесь точно, на себя это не берите целиком. Даже если у вас 15, не получится делать одному. Нужны как бы, да, вот помощники. Второе. Нужно с этими людьми сделать прикидку на салфетки, то есть первый вариант нашей системы совместной работы. Как-то настроить то же самое битвик первично. Нужно позвать туда людей, им это показать. И дальше нужно запустить в компании регулярную встречу по докрутке этой системы контроля, чтобы со временем, как бы, да, можно было ее постоянно докручивать, совершенствовать. Вот три действия, которые нужно прямо сделать. Если у вас уже есть некая система контроля на удаленке, которую вы используете, то очень важно, ну, вот эти вот спиральки, как бы, да, докрутки, обратной связи петли нету, очень важно ее запустить. Вот если по-простому, то вот так. И вопрос туда же про руководителя. Вот ключевая задача руководителя. По действиям понятно. Мы сейчас выбрали там пара человек, которые вместе с нами движутся в одном направлении, и они помогли. Закрутили спираль, и постоянное улучшение идет. Но вот меня как руководителя ключевая задача все-таки контролировать, не знаю, воодушевлять, разговаривать, сделать, чтобы было комфортно работать. В чем сейчас мой главный смысл? Тут вижу несколько вещей. Вот как бы система контроля, это я считаю, что ее качество определяется тем, насколько мало времени ты дальше в нее вкладываешь. Если ты ее настроил, и вот она работает сама, это хорошо. Тебе не нужно быть плохим полицейским и заставлять людей ей следовать. Она очевидно, прозрачна и понятна. И тогда у тебя возникает роль хорошего полицейского. То есть ты тот, кто говорит, ребята, мы с вами договорились, что есть такая система, и я здесь, чтобы помочь вам быть успешными в этой системе. То есть я здесь, то, что вас поддержать, как бы, да, вот, и я излучаю Wi-Fi доверия, поддержки, как бы, да, и настройки на ключевые задачи. То, что я понимаю сейчас, что действительно такие две роли есть у руководителя. Первое – это держать фокус, потому что меняется всякого очень-очень часто, очень быстрая, быстрая перестановка, и поэтому вот, как бы, возвращаться к нашим задачам, их приоритизировать заново, как бы, да, и собирать восмысленную картинку, куда мы сейчас все вместе идем, какой наш, там, короткий результат на ближайшее время. Вот это, как бы, одна история. И вторая история, вот такое есть правило пяти секунд. Дэниел Голлман, как бы, да, в своей книге «Эмоциональное лидерство» интересный эффект нашел, что эмоции руководителя влияют на команду в 10 раз сильнее, чем эмоции любого другого человека в команде. и доказано, что вот первые 5, 7, 10 секунд каждого совещания это самое мощное время для создания либо атмосферы упадка, как бы, да, конфликта, агрессии, напряжения, давления, либо для создания атмосферы открытости, доверия и совместного результата. То есть мы возьмем, как бы, исследование компании Google, проект «Аристотель». Почитайте его, может, будет интересно. Там есть факторы успешных команд. Фактор номер один, это способен ли руководитель создать в команде атмосферу человеческой безопасности. То есть могу ли я сделать так, чтобы после совещаний морщинки разглаживались у людей. Вот. И здесь действительно ты, как бы, ты работаешь своим состоянием. Либо ты настроен на Wi-Fi, как бы, тревоги, беспокойства и суеты, и ты этим пропитываешь команду, либо ты точка спокойствия в центре циклона. Поэтому вот такие, да, такая зона ответственности за свое состояние руководителя сейчас очень важная. Так, вернулись на связь. Значит, мы поговорили про, мне кажется, самые верхние уровни, его и правильные вещи. Мы поговорили про контроль и доверие. И, кажется, очень четко развели, что это не противоположности. Контроль достигается за счет прозрачности. Ребята хотели инструментов в комментариях, мы инструменты дадим, покажем, что это такое. И доверие, как базовая ценность, которую ты транслируешь внутри компании, этим занимается не один человек, не там генеральный директор HR или кто-то еще. Этим занимается, по сути, вся компания. Вот тот тезис, когда ты главное лицо компании. Мы проговорили про роль лидера сейчас, когда роль лидера давать правильный посыл, давать правильный смысл и передавать эмоцию безопасности. Что еще нам нужно подсветить сейчас в качестве такого резюме? Вот, не знаю, коллеги, да, смотрели фильм «Война», может быть. Фильм «Война» с Сергеем Бодровым, он там сыграл в эпизодах. Они там лежат в Ляме, в Чечне, в плену. И у него сломан позвоночник. И главный герой фильм говорит про него, что вот говорит нет, выхода нет, никакого. Но он так рядом с ним спокойно. То, во что я верю, что инструменты крайне важны. Но в каждом из нас есть своя вот эта вот версия лидера перемен. Вот такая своя точка ноль, своя точка опоры, свое ДНК. Я сейчас одну историю про это расскажу, что мне кажется, она соберет у нас все. И ты из этого ДНК действуешь, тогда у тебя получится систему контроля наладить, правильные инструменты настроить и сделать так, чтобы компания работала. Работают с одним мужиком. Банк. Его повышают, у него кризис роста. Он не справляется с командой, у него там в X3 все случилось, и все полетело. Команда не его ждала, его пытаются сливать. Вот такая тяжелая ситуация. Он говорит, Филипп, как это сделать? Вот как мне справиться с кейсом? Ситуация ах, когда у него семья в другом городе, вот как бы он на самоизоляции в другой город приехал, как бы он не может справиться, ему тяжело. я говорю, слушай, а расскажи примеры истории из жизни, где как бы вот для тебя есть точка опоры, смотря из которой на эту ситуацию, ты говоришь, что это просто ерунда. Он говорит, Филипп, ты знаешь, мне пришло не из моей жизни. У меня дедушка маленького роста, маленький дедушка, маленького роста. Нас, говорят, трое мужиков, его внуки, и мы все директора заводов там, да, вот как бы у одного завода, у которого я в банке. Да, мы когда приезжаем в гости к нему, то мы, говорит, шепотом говорим. Я говорю, почему? Говорит, ну в принципе при дедушке все шепотом говорят, он обычный механизатор, он вообще не шишка, он очень простой человек, он обычный человек. А почему шепотом? Говорят, очень уважают его. Он очень уважает. Говорит, ты знаешь, особая вот атмосфера, он там без высшего образования, он какой-то вот особенный. Говорит, я знаю почему. Вот слушай дальше в том, что вот дальше прямая речь. Говорит, потому что пока до Берлина дошли, он пять раз в танке горел. Доспал друзей из танка, как бы, да, он мог спасал. Садился дальше, как бы, и вместе шли. И вот во мне этот дедушка тоже живет. у тебя вопросы с тем, как тебе с командой разобраться есть? Он говорит, вопросов нет. Вот смотрите, я про то, что есть инструменты, это знания, как бы, да, это навыки, это IT-системы. Есть руки, то есть, как бы, то, кто делает. И без иллюзий, у тебя как бы рук нет, ты не можешь инструментами работать. А еще есть человека. Вот в каждом из нас есть та сила, опора, из которой можно отстраивать круглые системы с этим работать. Надо сказать, что самое важное, это вот самоконтроль на тему того, а кто ты сейчас. Ты как бы истеричка, которая по лицетам орет и пытается каталировать других из страха. Или в тебе есть опора на твою глубокую версию лидера перемен. Я думаю, что на уровне кто, на уровне идентичности. Работая сегодня с собой, мы можем быть теми, кто распространяет спокойствие для людей. Вернулись снова в прямую связь. Мне кажется, что финальная часть наша первая получилась такой очень смысловой. Мы там общее резюме заново делать не будем. Я, наверное, Филиппу скажу огромное спасибо сейчас. Филипп, действительно большое спасибо. Это верхний уровень смысла, который необходим нам для того, чтобы пойти дальше в конкретные действия. Друзья, кто в комментариях просил очень конкретных действий, мы сейчас переходим к интерфейсам Vittrex24, покажем, какие конкретные действия, какие клавиши, в каком месте нужно нажимать для того, чтобы это заработало. То, про что мы только что поговорили. Филипп, спасибо огромное. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо, Михаил. Так, мы выгружаемся из режима диалога с Филиппом и переходим в режим другого диалога. Василий Карпук должен быть с нами на связи, и я сейчас тоже приглашаю его в прямой эфир. Сделаю маленькую вводную для второй части. Друзья, еще разок. Мы вебинар весь построили из двух частей. Первая часть была посвящена смыслу, то есть, что по сути мы делаем, по смыслу, что делать будем сейчас. Вторая часть посвящена инструменту витрикс24, каким образом инструмент помогает работать с командой, с командой на удаленке, как можно выстроить тот самый контроль. Нужно ли контролировать прям каждое действие, нужно ли контролировать там общий результат, процесс, и как это нужно построить. Так, я сейчас буду представлять Василия Карпука, совладельца и директора по развитию компании Соль, команды, которая помогает с переходом либо на удаленку, либо с работой со своими клиентами, или просто в оптимизации бизнес-процессов огромному количеству клиентов. Так, Василий, выходи гулять. Выходи, пожалуйста, к нам на прогулку. Нажимай выйти в эфир и мы будем тебя ждать. Так, Василий, не может же быть такое, что и с тем, и с другим спикером нет у нас связи. Правда же? Так, Василий, очень хочется услышать тебя. Так, где же, где же? Так, слышно, видно? Да, вроде бы слышно, видно. Плюсики есть. Друзья, если связь так себе, тут вот я вижу комментарии, которые говорят одни, что, друзья, все нормально, связь есть, другие нет, попробуйте обновляться. Обычно это работает, помогает. Так, так, снова номер телефона и снова Василий. Василий, у тебя нет кнопки выхода в эфир, а скажи мне, пожалуйста, как твой ник звучит? Так, друзья, я прошу прощения, у нас чуть-чуть техническая заминка в том, что мы не видим Василия, но сейчас эту заминку мы поправим. Так. Кажется, что мы близки. Так. Василий, скажи мне, пожалуйста, видишь ли ты кнопку, которая позволит ворваться в эфир тебе? Пока нет, но сейчас появится. Я тебя нашел. Так, кнопка у тебя должна быть. Так, есть ты, нет ты. Не получается, да? Снова не видишь. Так. Ох, друзья, прошу прощения, нам нужна еще одна минутка для того, чтобы вывести в эфир Василия. Я пока попробую почитать ваши комментарии и немножко на них поотвечать, а нам нужна буквально буквально минутка. Так, я сейчас Василию брошу ссылку, например. Так, вот такую. И попробуем Василия по ссылке вывести. Платформа диктует свои коррективы к нашей привычной оффлайн-деятельности. Так. Про фон. Да, друзья, пришлось нам экспериментировать немножко. Это не фон, который подкладывается программно, это напечатанный фон, когда мы за каждым спикером повесили большой плакат и сидим теперь как будто в библиотеке. Есть такое. Так. Ну что, есть ли у нас шанс, что сейчас мы Василия выведем в эфир? Василий, ты здесь? нету кнопки. Ты переходишь по ссылке. Да, а ты когда переходишь по ссылке и видишь, кто это, то ты как называешься? Василий, да? Просто Василий, так. Я просто Василия пригласил в эфир. Вдруг нам сейчас повезет и все будет хорошо. Так, получается ли? Выходи, пожалуйста, гулять. Так. Ну давайте последнюю попытку. Если у нас не получится, то нужно будет мне, видимо, выходить в интерфейсы Bitrix24 и показывать их по многочисленным просьбам трудящихся. Так. Ну окей. Лена, если ты нас слышишь, попробуй, пожалуйста, нам как-то помочь. Вот. Потому что пока не получается. Ну и давайте я тогда пойду во все тяжкие. Так. Друзья, значит, попробуем сделать так, чтобы на вопросы поотвечал я и интерфейсы Bitrix24, которые мы так долго вам обещали, все-таки показывал я. Я сейчас буду показывать вам экран и буду показывать систему там Bitrix24. Буду говорить, каким образом можно настроить и контроль там конкретный уже по по месту и попробую рассказывать, что у нас с таск-трекером и с другими инструментами. Так. Есть. Есть. так, друзья, скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас картинка, видно. О, спасибо огромное. Теперь я буду редко видеть комментарии и в основном буду что-то показывать. Значит, смотрите. Мы обещали поговорить про то, каким образом контроль осуществляется в Bitrix24 и первое, с чего мы начинали, это вот то самое виртуальное пространство, внутри которого что-то должно быть настроено. Мы, говоря про виртуальное пространство, говорим, что это фактически офис, офис обычного, обычной компании, обычного предприятия, но не производственного предприятия, а только те люди, которые встречаются друг с другом с 9 до 18 за столами рабочими, он сейчас во многом перенесся удаленно и нам нужно сделать что-то, ну, дать примерно то же самое, что в офисе, только в удаленном формате. Мы называем это виртуальный офис, там, где соединены все процессы, есть вся коммуникация, если вы не знакомы с интерфейсом Gitx24, то вот у вас перед экраном это они, это корпоративный портал, который, по сути, представляет из себя виртуальный офис. Там можно коммуницировать и общаться, вопросы коммуникации решаются с чатами и видеозвонками. Так, я слышу звук. Миша, привет. О, Василий. Да. Василий, привет. Друзья, все же слышат Василия? Да, это не гость, это прям хозяин положения. Я непомерно счастлив, я непомерно счастлив, что все у нас получилось. Ура, ура. Значит, я у себя останавливаю показ экрана с вопросами Василия, который тоже перейдет в интерфейс Gitx24, я ему примерно то же самое буду задавать. Значит, я начал с того, что есть виртуальное пространство и виртуальный офис, который как раз и нужен для того, чтобы людей объединить, независимо от того, в каком месте они находятся. И давай мы теперь посмотрим, очень много мы говорили о том, что такое все-таки вот этот дэшборд и как контролировать этих людей. И допустим, у нас этот виртуальный офис, в которых мы все позвали, есть какое-то количество вот тех заданий, задач, поручений, которые мы регулярно друг другу раздаем. Что имеется в виду, когда мы говорили общий дэшборд и единая прозрачная система? Рассказывай. Да. Здравствуйте, коллеги. Надеюсь, меня слышно и видно. И демонстрация экрана, которую я вам включил, она тоже вам доступна. Сегодня поговорим о том, как контролировать. Филипп очень хорошо проговорил про смыслы, потому что без них, наверное, очень тяжело что-то стартовать и отстраивать дальнейшую деятельность. И когда есть понимание вот этих смыслов, что делаем, как и зачем, Bittrex, он всего лишь инструмент хороший, качественный, надежный, полезный, но всего лишь инструмент, который поможет вам решать те или иные задачи. Я думаю, раз мы говорим про контроль в первую очередь, то как раз про задачи мы и поговорим. И то, что я бы хотел сказать, очень часто я сейчас слышу от предпринимателей, когда мы переходим на удаленку, мы все в чатах организуем, мы все в чатах разрулим и все будет хорошо. Я, наверное, хотел бы расстроить, возможно, кого-то, но в чатах не получится, потому что, если мы говорим про работу и про управление, то чаты это всего лишь замена голосу, не более того, это не инструмент постановки, задача, не инструмент роля и какой-то визуализации исполнительской дисциплины, это просто потоковое текстовое сообщение вместо потока голоса, который мы могли бы, например, управлять, находясь в офисе и работая друг с другом в одном кабинете. Хороший, чудесный инструмент задачи в Bittrex24 мы поговорим о том, что мы говорим 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 ну вот, мы решили, что мы поговорим немножко про Bittrex24 и Василий пропал у нас. Василий, выходи гулять снова, я, конечно, могу перехватить историю, но мне бы хотелось послушать все-таки тебя. Да, мы вернем ее обратно. О, ты здесь с нами опять, аллилуйя. На каком моменте я пропал, расскажи. На том, что чаты не дадут вам уровня контроля и это не инструмент контроля совершенно. Да. Чаты это действительно не инструмент контроля, это поток информации, который не позволяет работать с ней и прозрачно контролировать, что было выполнено, что нет. Bittrex24 есть хороший инструмент задачи, но мы поговорим еще про сценарии, как с ними работать, там, персонально контролировать с помощью них и видеть эффективность. Но основное, на мой взгляд, чтобы появлялась вообще возможность контролировать, это правильная постановка задачи, чтобы корректно правильно ставить, если мы корректно правильно ставим задачу, то шанс того, что она будет выполнена, он повышается, безусловно, в разы. Давайте попробуем вместе поставить задачу Bittrex24 и посмотрим, что из этого вообще получится и наглядно, ненаглядно, эффективно ли. Первое, на наш взгляд, как мы у себя с вами работаем, как мы советуем всем своим коллегам, всем своим клиентам, что мы делаем при постановке задачи, во-первых, название задачи делится на некие два пункта. Первое, о ком задача, то есть это либо клиент, либо внутренняя, если там клиентская история, клиентская задача, условно, Газпром подготовить отчет о выполнении задач на неделю, или внутренняя задача, например, маркетинг. Маркетинг, это будет для нас понятный инструмент, когда мы видим, о ком речь, визуально сразу принимаем, а дальше уже в повелительном наклонении, что нужно сделать. Примеру, разработать контент плановую неделю. Визуально четко понятно, что мы сказали, что нужно именно сделать. Есть хорошее по пространству описание задачи, и очень важно корректно описывать задачу. Когда мы формулируем задачу для коллег, что нам нужно там сформулировать? Само описание задачи дать, что хотим получить в результате, дать предысторию возникновения этой задачи, дать критерии определения выполнения этой задачи. Как мы поймем, что эта задача выполнена? То есть, что будет являться? Не просто сотрудник выполнил какое-то действие, и все, завершено. Нет, есть определенные критерии, какая задача считается выполненной. Качественно, хорошо, правильно. Ведь сроки выполнения и объяснить, почему именно такие сроки. Очень часто сотрудники получают себе задачу, им говорят, сделай до конца недели, они осознанно сразу понимают, что до конца недели это просто нереально для выполнения срока, и на самом деле в этот момент на нее и забивают. Очень важно объяснять, почему эти сроки важны для вас, почему эти сроки важны для бизнеса и так далее. И тут же нужно замотивировать сотрудника, объяснить, почему эту задачу важно выполнить какую пользу это принесет компании в принципе чтобы человек понимал что он вкладывает какой-то свой ресурс не просто так а в общее дело еще один из нюансов которые необходимы это описать коллегам о ресурсах ресурсы которые у него есть для выполнения этой задачи в том числе ресурсы могут быть его коллеги с которыми он может работать в битрик за 4 из хороший инструмент со исполнителя это люди которые могут мне помочь при выполнении задачи я могу их сразу сюда добавить я могу сразу описать какие от них могут быть мне доступные ресурсы их то есть условно моим временем можешь пользоваться сколько тебе нужно я все тебе могу сделать от антона ты можешь воспользоваться вот этим вот этим вот этим получить от константина ты можешь прийти он даст тебе вот это если не даст конечно от меня сразу все получится понятно что ответственную нас по задаче должен всегда быть тоже ответственность должен быть один здесь Логика простая, нет ответственного одного главного, кто отвечает за решение этой задачи, нет крайних, когда эта задача будет не выполнена. Несколько спросить. Несколько спросить, безусловно, конечно. Также при постановке задачи хорошо бы описать коллеге, которому мы ставим задачу, о последствиях невыполнения этой задачи. И условно, если мы не подготовим коммерческое предложение к среде, то мы потеряем крупного клиента, который к нам пришел по сарафанному радио, а следовательно потеряем еще и этот канал сарафана, лидогенерации как таковой. Поэтому это нужно обязательно описать, чтобы человек понимал весь груз ответственности, почему эту задачу вовремя нужно сделать. И при постановке всегда в конце добавляйте, мы всегда прописываем, когда ставим задачу, запросить некую качественную обратную связь о понимании задачи. То есть поставили-поставили и спрашиваем, хорошо, скажи, Алексей, а ты понял, что нужно сделать в этой задаче? Ты ее принимаешь в работу? Потому что человеку надо объяснить, он видит список того, что нужно сделать, он говорит, да, хорошо, я согласен это сделать. И он подтверждает, что в эти сроки оговоренные поставленные задачи, с теми вводными, которые ему дали, с теми ресурсами, которых ему проговорили, он готов за эту задачу взяться. Поэтому очень важно, чтобы человек вам подтверждал готовность работать в этой задаче. Мы сейчас это посмотрим с точки зрения инструментария. Но вообще текстовое описание задачи у нас идет здесь. При необходимости мы прикладываем все файлы, которые нам нужны. Они могут быть доступны нам на рамках нашего Bitrix24. Или мы их можем загрузить с локальной машины, с онлайн-источников. Прикрепляем ссылки нужные, упоминаем людей в тексте, дробим на чек-листы. Вообще очень люблю инструмент чек-листов в Bitrix24. Очень полезно. Господи, что мне сегодня с тем, что я печатаю? Можем разбирать. С недавнего времени мы можем добавлять прямо к пункту чек-листа некого соисполнителя, разделив, кто будет помогать нам в том или ином пункте чек-листа. Мы можем, кстати, хотел сказать, но забыл, выбирать постановщика задачи на самом деле. Это важный инструмент, потому что бывает там утренняя планерка, голосом ставим задачу, кто-то есть ответственный, кто это все фиксирует. И этот человек может сразу поставить задачу, указав, например, меня постановщиком. У нас практика своя собственная. Когда мы с утра проводим обязательно планерку, у нас есть один человек, который все это контролирует, записывает, ведет протокол нашего собрания и потом расставляет все требования, которые мы обсудили, по каждому по задаче. Если я кому-то поставил задачу, то она от меня прилетит, как от постановщика уже. И сразу же я имею инструмент контроля, я вижу, что делают мои коллеги. Все сотрудники тоже понимают всю иерархию, все описание, все остальное. Я могу что-то дополнить и так далее. Крайние сроки, то, что мы с вами обсудили уже, крайние сроки важны и обоснованно. Всегда должны быть поставлены почему так. Если мы ставим какие-то действительно непрогнозируемые сроки, непрогнозируемые, некорректные. Нереальные. Нерелевантные, да, соответствуют задачи сроки, то мы и результат все будем примерно получать такой же. Причем, что важно еще, обязательно, когда вы ставите задачу, но не знаете, за какой срок она будет выполнена, за какой срок ее реально выполнить, но крайний срок тоже важно ставить, хоть какой-то, он обязательно всегда должен быть. Ведь задача без крайнего срока, по сути, это не задача, а такая просто записка на размышление себе и не более того. Если мы ставим крайний срок, хотя бы у нас будет какая-то периодическая метрика посмотреть на эту задачу, вернуться к ней еще раз. У нас в компании, например, принято правило, что если мы не знаем крайний срок, мы ставим, мы тоже там определенными недельными спринтами работаем, сейчас покажу, как это все можно организовывать, крайний срок на неделю, на следующей неделе мы смотрим на нее, если она еще не готова, если мы за нее не беремся, или сроки у нас до сегодня еще не ясны, мы просто продолжаем над ней работать, либо дробим ее на более мелкие, чтобы там, где будут ясны сроки, либо просто откладываем на неделю, возвращаемся через неделю, еще раз обсуждаем ее, понятны ли нам сроки или нет. Сроки – хороший, удобный инструмент, можно делать причем регулярными задачами, про это тоже поговорим. Я обязательно сейчас расскажу про проектную деятельность, про привязку вообще к проектам, вот сейчас прямо эту задачу привяжу уже к проекту, который будем смотреть чуть позже. Для чего вообще проекты нужны? Безусловно, это инструмент, который позволяет нам объединять людей в команды, пускай может быть в небольшие команды или наоборот достаточно крупные, в рамках которой мы сможем ввести этот проект, мы будем видеть всю информацию по этому проекту, находиться в некой своей внутренней структуре, которая не будет нам лишнего потока информации снаружи туда закидывать. То есть мы можем сосредоточиться на работе над этим проектом. Все это мы поговорим, поговорим про инструмент тегирования, вообще очень хороший инструмент, который, к сожалению, незаслуженно, на мой взгляд, пользуется. Вот у нас недавно как раз мы делали такой лайфхак, как можно автоматизировать сортировку задач с помощью тегов. Есть роботы в B3x24, простейший инструмент, заходите, настраиваете по какому критерию, указываете тег, задача улетает в нужное место вам сразу. Очень здорово и удобно. По задачам можно учитывать время, трудозатраты на эту задачу, вообще про учет времени, наверное, отдельно стоит поговорить, мне сейчас или чуть попозже обсудим, как считаешь. Мне кажется, нужно тезисно сказать, что вообще учет рабочего времени, если вы хотите контролировать, ну вот как раньше утром ты приходишь в офис в 9 и уходишь в 6, то так можно сделать. Есть там специальная кнопочка, когда ты нажимаешь рабочий день, мы его начинаем, заканчиваешь рабочий день, заканчиваешь, потом смотришь отчет по нему. Так можно. Если у вас есть сотрудники, которые работают по часам, ну вот Василий, например, работает постоянно с разработчиками, которые оценивают задачу в часах и в задачу делает. Вот их тоже можно оценивать. Сейчас давай два слова буквально, скажи, что это. Ну да, разные роли подразумевают то, что оцениваем мы их по-разному и трудозатраты. У кого-то по часовке, если мы продаем по факту, наша деятельность это продажа часов сотрудника, который приходит на работу и делает, нам очень важно контролировать, сколько он тратит на выполнение конкретно задачи времени. У кого-то есть роли, когда он что-то производит, и нам интересно в штуках условное его производство. Я сделал столько-то задач, я выполнил столько-то, не знаю, у меня есть коллеги, они шьют сумки на заказ кожаные, и у них удаленно, причем дистанционно работают сотрудницы, которые шьют эти сумки, и у них там есть определенная норма, сколько за период они их должны пошить, и они это отмечают точно так же в системе, на основании этого некий складской отчет построен и так далее. И вот это важно. То есть у них главное, сколько они произвели именно штук. Это понятная, хорошая метрика. У кого-то важно, сколько времени человек находился доступен. Например, служба поддержки. Я 8 часов в день должен быть доступен для обращения в поддержку, чтобы вот я всегда поймал себе тех, кто ко мне обратился. Поэтому отстраивать это можно по-разному. Здесь можно указывать, например, то, что мы сейчас рассматриваем, это плановые трудзатраты закладывать на выполнение задачи. Поставлю задачу, посмотрим на инструмент, как это работает с точки зрения учета. Ну и вообще проговорим еще про варианты того, как это можно контролировать. Там дальше у меня много чего запланировано вам рассказать. Понятно, напоминалки по задачам, повторяющие задачи. Вообще моя любимая. У нас есть регулярно одни и те же задачи, которые по тем или иным принципам возникают. Там раз в месяц отправить клиенту счет, еще что-то сделать, провести планерку. Ну, планерка все-таки к событию, наверное, ближе. Ну, вот какие-то понятные действия. Действительно, там, произвести инвентаризацию, проверить договора на актуальность, прочее, прочее. Мы можем выставлять критерии, по которым будем работать. Например, что-то раз в месяц мы контролируем, что-то каждый день. Каждодневные задачи тоже у нас точно так же. Обязательно помимо тех метрик, которые у нас есть, контрольные, мы вносим трудзатраты по задачам, которые мы выполняем, все равно это некий ритуал. Каждый вечер появляется у ребят задача написать там в чат поддержки, сколько трудзатрат они на работу с клиентами потратили. Это именно про ритуалы, это тоже важная история, потому что у людей еще такой в голове щелкает колокольчик, который говорит, что я реально поработал, а никого ли я не забыл. Еще одна контрольная метрика, которая по факту времени не затрачивает ничего, но люди у себя прогоняют внутри эту историю, эту информацию. В рамках диаграммы Ганта, если кто-то работает с диаграммой Ганта, можно связывать задачи и видеть связи и выстраивание этих всех цепочек. Про CRM связи, безусловно, мы ставим задачи по клиентам, мы точно так же должны привязывать задачу к информации и истории работы с нашим клиентом. Это все можно реализовывать здесь. Ну и пользовательские поля, которыми мы экспериментируем, иногда добавляем что-то свое, всегда можно тоже добавить, если вдруг, в чем я, правда, сильно сомневаюсь, но типа у функционала B324 вам не хватит. Это тот сценарий именно постановки. Задачу я сейчас поставлю, посмотрим, как она выглядит визуально. Вот я ее создал, я ее создал в данном случае на себе. Я могу начать работать с ней, я могу сразу обсуждать. То, что я вам рассказывал, что сотрудник, и это очень важное правило, примите его, если вы работаете так, чтобы он, получая от вас задачу, написал, что он ее принял. Просто вот этого достаточно, чтобы вы могли с ним разговаривать о том, почему, если вдруг задача не выполнена, кто прав, кто виноват. В случае, если вы поставили задачу, и просто, вот я очень часто вижу, я ставлю задачу, а они не выполняют, так они их не принимают. У вас нету договоренности в том, что они должны принять эту задачу, начать с ней работать. Что еще? История. Все, что происходило по задаче. Когда вы договариваете с коллегами, что все этапы выполнения работы над этой задачей вы фиксируете, вся эта история хранится здесь, и вы всегда можете видеть, как проходила работа над этой задачей. Учет времени, если у нас... Василий, прости, пожалуйста. Друзья, скажите, пожалуйста, видно ли демонстрацию экрана? А то я вижу комментарии, у которых не видно. Да, демонстрация экрана есть, спасибо огромное. Друзья, посмотрите, пожалуйста, мы не только двумя головами рассказываем, мы показываем битрикс24 интерфейсы в этом смысл. Отлично. Учет времени. Есть какой-то запланированный, когда мы садимся на задачу, начинаем вести свой учет времени, счетчик пошел тикать. Возможно, я был где-то, не знаю, на встрече, пускай в наше время только онлайновый, но что-то я делал, где-то я производил, тратил время, я могу указать, когда я это сделал, сколько времени я затратил, и написать сюда некий свой комментарий об этом. Руководитель, постановщик это видит, он принимает или не принимает этот учет времени, мы сразу же имеем возможность это все учитывать в том числе. Затраченная у меня по времени как раз информация тоже появляется, сколько уже выполнено. Мы видим всю историю взаимодействия. Это очень важно, это инструмент, который позволяет совместно погружаться и работать с задачами. Но это всего лишь такая маленькая, внутри Bittrex 24 кусочек возможностей, кусочек инструмента, а дальше мы уходим в некий больший вид, если мы говорим сегодня про контроль. Выстраивание планов работы и то, как вы будете, в Bittrex на самом деле очень многогранно, и надо выбрать под себя. Тут сценариев много разных есть. Есть инструмент личного планирования, называется «Мой план». У меня там, он сейчас построен в таком виде, когда у меня есть графа, не спланированные задачи сделаю сегодня, сделаю на неделе, там месяце, там бэклог, который я не знаю, когда я с ними буду работать, ну и на подумать, там что-то я себе тоже фиксирую, это такие задачи без определенных сроков и дат. Логично, что в левом столбике задач не спланированных быть не должно, мы обязательно должны распределить все эти задачи, когда я с ними буду работать. Это регулярная деятельность, то есть мы все начинаем у нас точно так же в компании, работаем, смотрим, какие задачи появились и распределяем, когда мы с ними будем работать, в том числе глядя в них, общаясь уже в рамках этих задач и договариваясь о сроках, о принято, не принято и прочее. Далее становится понятный список, когда я все спланировал, я вижу информацию о том, что сколько задач у меня на сегодня запланировано. У нас здесь есть не типовой немножко функционал, что своя небольшая надстройка, сколько часов в день могут занять эти задачи и сколько по ним уже выполнено, но это уже дополнения, которые там важны, в том числе для нас были. Какие еще варианты есть работы с задачами? Есть простой, вообще отличная кнопка, которая появилась не так давно, но пользуется очень большим успехом, очень понятно, сроки. Мы просто можем взять сроки, и она нам сама сгруппирует по задаче, по тому, какие задачи просрочены, видите, как у меня их много, какие задачи работают на этой неделе и так далее, именно с точки зрения срока, с точки зрения дистанции. Мы можем, если мы привыкли работать в режиме горящих задач, то мы в первую очередь просто идем и смотрим на те, которые просрочены. Наша задача – минимизировать количество задач, которые находятся в левом столбце. Это тоже один из сценариев работы, который вы можете подстраивать под себя и выстраивать. Кто-то привык на календарях это видеть, распределение задач по датам, когда, что нужно делать. В календаре мы сразу видим именно задачи. Важно не путать задачи и события. Мы, если позволит тайминг, поговорим об этом сегодня. Канбан – классическая ленточная диаграмма, которая позволяет нам в том числе видеть связи по задачам одной с другой. Мы их можем связывать, мы их можем учитывать, что, например, одна задача не начинается, пока не закончится другая. Различные варианты есть. Привыкли работать с этим? Друг кто работает в MS Project и привык. Тоже понятный инструмент для вас. Классический списанный инструмент. Здесь, я думаю, даже не стоит особо зацикливаться. Здесь все понятно и просто. Сверху удобные фильтры, когда мы видим, где моя роль, именно то, что я делаю. Это я делаю как исполнитель. Непосредственно я ответ на заполнение задач. Я помогаю, если исполнитель в этой задаче, я где-то тоже подключаюсь именно на помочь. Наблюдаю и поручил это постановщик. Но вот хорошая, полезная, интересная вкладка про контроль. Список всех сотрудников подчиненных. Ну, в Bitrix24 они иерархически настроены с точки зрения того, как устроена структура вашей компании. Каждый сотрудник видит задачу по себе, руководитель видит задачу по своим подчиненным. Руководитель компании видит все задачи всех сотрудников. Я могу сразу визуально посмотреть и увидеть, сколько, каких задач висит на сотрудниках. Во-первых, можно иногда увидеть перегруз по сотрудникам. Это очень важный сценарий. И очень часто задачи не выполняются, потому что объективных очень много висит. на сотрудники. Вот, например, у нас есть некий Станислав, которым 145 задач, 3 уже просроченных или требуют внимания. Это вот эти метрики, которые позволяют нам сразу среагировать, что есть что-то, что требует нашего внимания. В одной задаче он является соисполнителем. При необходимости я могу заглянуть в эти задачи, увидеть, что именно за задачи. Они сразу система это все отфильтрует. Я вижу, что в одной задаче он является соисполнителем. Такие-то действия от него требуются. Понятно и эффективно на это посмотреть. Что еще вам с точки зрения постановки задач рассказать? Наверное, расскажу, как мы работаем, как мы советуем работать с проектными группами. Я уже обмолвился о том, что проекты – это инструмент объединения людей для работы над неким проектом, так и по-другому не скажешь, в рамках которого мы сможем собраться, видеть задачи всех, кто участвует, хранить документы и много еще чего. То есть проект B324 нам позволяет вести коммуникацию. У нас появляется даже отдельный чат для работы над этим проектом. У нас появляется календарь, диск, хранилище документов по этому проекту. Когда мы разговариваем три компании, у нас есть проект маркетинг, например, мы сразу говорим, где лежат эти документы в маркетинге, там-то, там-то. Все сразу всем понятно, потому что структурировано четко сюда. Как здесь складывать документы, хранить куда-то, люди сразу же будут задавать вопрос куда, и им будет все понятно, где это должно храниться, где это должно лежать. В маркетинге, безусловно, мы можем отслеживать задачи точно так же, мой план, сроки и прочее, что я рассказал, но появляется еще хорошая история – канбан. Канбан, если не знакомы вообще с этой философией, с этим инструментом, то можно почитать, эта история пошла еще от Тойоты из 50-х годов. Почитайте, действительно полезно вообще про построение работы с задачами, про потоковую вот эту деятельность. Но суть простая. Есть задачи, вот в нашем случае, да, базово, новые, те, которые еще не пошли в работу, но уже сформулированы, что их необходимо сделать. Задачи, которые сейчас в работе и которые выполняются, и задачи, которые уже сделаны. Когда мы стартуем проект, часто бывают проекты какие-нибудь типовые, не знаю, подготовить смету для строительства нового здания. У нас есть много уже понятных сценариев, что мы должны сделать. Все задачи издействованы, мы их можем просто раскатать сюда, скопировав, например, какой-то проект предыдущий. Все задачи появляются в стадии новой и постепенно забирать их в работу. Сценарий, как вы их будете забирать в работу, безусловно, вам надо выстраивать свои. Но в нашем случае, например, мы работаем недельными спринтами, мы с командой точно так же. Вот прямо простой сценарий. Понедельник утро. Мы проговорили общую планерку, потом уже расходимся по неким комнатам, по неким проектам, с командами, с которыми мы работаем над разными проектными задачами. Мы созваниваемся прямо в рамках Bittrex24 в чате видеосвязью по этому проекту. Мы начинаем обсуждать. У нас появляется разговор о том, смотрим, какие задачи были выполнены за неделю. Это готово. Это готово. Все, мы ее закидываем в сторону. Смотрим, какая задача еще не выполнена. Почему? Рассуждаем, что не позволено выполнить ее в срок. Корректируем действие. Меняем крайние сроки, если это объективные были даты. Переставляем срок. У меня там март по-прежнему. Окей. Пусть будет апрель. Все, она перестала быть просроченной. И идем разбираем те задачи, которые лежат у нас в разделе «Новая». Смотрим, что мы на эту неделю возьмем, что не возьмем. Как всегда, я вам говорил, что задачи все должны быть с крайним сроком. Мы формулируем у них обязательно крайний срок у всех. Это тот крайний срок, когда мы посмотрим на них еще раз критическим взглядом, чтобы понять, пора я идти в работу или нет. Но вообще, в основном, каждую неделю мы стараемся проходить по всему, если у нас там нет каких-то грандиозных планов. И это про контроль. Это хорошо, очень удобно про контроль. Я каждую неделю знаю, что у меня в рамках этого проекта запланировано в работе, что должно быть выполнено. Сотрудниками мы проговорили. Они в каждой задаче, пока мы обсуждаем, мы в каждой задаче открываем. Люди сразу же сюда комментируют, принял, не принял. Комментируют вопросы какие-то свои. И пишем там, что нам нужно от коллег, от соисполнителей по этой задаче. Вспоминаем, что кого-то нам, оказывается, не хватает. Мы же забыли добавить сюда Сережу. Или вот Валерия. Добавили срочно Валерия. Все, он появился. Мы ему тоже написали, а почему же он здесь находится вообще, что ему с нами нужно будет здесь делать. И начинаем работать. Предлагаю маленькую резюмешку по постановке задачи и работы с ним. Смотрите. Получается, что внутри Bittrex 24 есть инструмент, который делает ту самую прозрачность, про которую мы в первой части говорили. Вот здесь описаны все задачи. Как правильно описывать задачу? Нужно дать все инструменты человеку, объяснить ему, зачем нужна задача. Да, все верно. Но вот здесь прозрачно для руководителя и для самого сотрудника есть задачи, которые необходимо сделать. Как посмотреть, что на сотруднике много или мало задач, можно прямо в списке отфильтровать по самому сотруднику. Есть счетчики, которые говорят, сколько задач просрочено или требует реакции человека. Василий, ты хотел сказать? Про счетчики я хотел как раз отдельно тоже поговорить. Это мы сейчас говорим про такую структуру все-таки работы с задачами. Какую-то выстроенную методологию с проектами, с задачами и так далее. В Bittrex есть очень классный сценарий, который лично мне очень нравится. Он базовый и очень понятный. Который действительно нам всем объективно знаком. Мы каждое утро начинаем работу со счетчиками. Мы берем свой телефон, у нас 33 сообщения в Телеграме, 22 в WhatsApp и так далее. И весь день мы занимаемся тем, что мы убиваем счетчики. Если у нас в конце дня пусто, наконец-то все, мы радостно ложимся спать, мы всем ответим. Здесь такая же логика. Все задачи, которые ставятся в Bittrex, они сразу же получают некий счетчик себе. Задача просроченная, если дата просрочена, она и есть счетчик на ней. Почти просрочена, то есть сегодня крайний срок по ней. Она тоже будет отмечаться. Нет крайнего срока, тоже задача будет автоматически отмечаться здесь, и вот эти счетчики появляют. Нажимая на эти задачи, я вижу автоматом отфильтрованный список задач, по которым у меня счетчик, который просрочен, и могу начинать с ними работать. Это самое актуальное, к чему надо подключаться. Дальше, наверное, задачи, которые почти просрочены, я подключаюсь к ним. Я могу посмотреть задачи, которые выполнены и прилетели от сотрудника мне на подтверждение, что они выполнены. Я тоже сразу вижу список задач, которые ждут подтверждения на выполнение. Я их отрабатываю тоже в нужный мне период времени. Вот эта философия со счетчиками, мне кажется, действительно настолько была удачной коллегами Битрикс, когда они ее сделали, потому что она позволяет не сильно заморачиваться на выстраивании методологии, еще что-то. Просто убивайте счетчики. Просто занимайтесь целый день тем, что убивайте счетчики. Нет на сотруднике счетчиков, когда он активно работает с задачами, прекрасно, это эффективный, хороший сотрудник, который со всем справляется. Так, вот два момента еще хочется сейчас посмотреть. Про контроль по счетчикам интересно, здорово, красиво. Хочется посмотреть в раздел отчеты, даже коллеги пишут в комментариях, что если бы мы показали, было бы здорово прямо, и показать, что такое эффективность. Вот у тебя там горит сказочное 100% эффективности, ты прям классный сотрудник. Что это такое, как с этим работать? Инструмент, который позволяет нам увидеть эффективность сотрудников, настраивать ее с точки зрения того, были замечания к задачам, не было замечаний к задачам, корректно ли они выполнялись в нужные сроки, были ли переносы по ним и так далее. Я, наверное, там небольшую ложку дегтя в сторону продукта Bitrix24 с моей точки зрения, что опять-таки это инструмент, которым очень хочется начинать сразу, но для него надо выстроить процессы. Поэтому и рассказывать про это тяжеловато, потому что надо подстроиться под этот инструмент, понять его идеологию, философию, как мы работаем. Ну, по крайней мере, это наш личный опыт, с которым мы там долгое время используем и понимаем, что не везде он заходит. Инструмент классный, идеология, когда он взлетит окончательно, и я знаю, что вы над этим работаете активно, случится классно. Я очень жду, когда это будет хорошо, когда будет прекрасно все для себя сам собирать. Из обратной связи по инструменту, каким образом он работает сейчас, заходит тоже общаясь с большим количеством компаний, значит, как видели, наверняка, слышали много раз историю, что улучшить можно только то, что вы измеряете. Это вот тот самый момент, первый шаг, когда вы начинаете измерять свою эффективность. По смыслу, что такое эффективность? Это количество задач, которые без нарушения у вас прошли, без нарушения по срокам или по оценке, например. Если там из 100 задач 100 вы делаете в те сроки, которые обещались, вы молодец, условно. Потому что очень часто, когда компания начинает работать с задачами, по срокам, конечно, многое едет. И вот только благодаря тому, что такой счетчик горит, что есть эффективность, и вы на него начинаете обращать внимание, у вас нормально начинает история происходить с переносом сроков, если вы все-таки не успеваете, и коллеги в курсе, чем же вы занимаетесь. Давай посмотрим на отчеты быстренько. У нас не очень много времени. Да, безусловно, когда мы говорим о контроле регулярном, у нас должны быть отчеты. Мы должны выстроить свои метрики. Отчеты все бесполезны, пока мы не сформулировали, а что именно мы хотим контролировать. Если, как мы говорили в начале, по какому-то конкретному сотруднику мы хотим видеть, сколько он задач выполнил за период, или сколько было у него просроченных задач, или еще что-то, мы можем это настраивать, мы можем это использовать. Сколько задач за прошлый месяц он выполнил, сколько времени потратил он суммарно на все задачи выполнения и так далее. Здесь есть предустановленные отчеты, но чем хорош продукт, их можно настраивать под себя. Понятный, хороший конструктор отчетов, когда мы заходим, мы добавляем себе нужную нам информацию и выводим ее себе в отчеты. Мы можем настраивать, фильтровать, как нужно, выводить в красивые диаграммы при необходимости, в столбчатая, круговая и так далее. Сложится, стопроцентное затраченное время. Выводить сюда информацию, при необходимости это экспортировать в Excel, если вдруг мы с этим работаем и привыкли работать с Excel, у нас какие-то дополнения туда будут, еще что-то. Все это можно делать. Инструмент сильно хороший, но я, наверное, оговорюсь, в первую очередь, вы поймите, что контролирует. Вот самая большая проблема очень часто из того, что я сталкиваюсь при работе с клиентами, что не сформулированы корректные метрики и KPI для сотрудников. И поэтому в отчет попытаются нагромоздить сразу все, чтобы оно там все было, но оно так не работает. Вы не сможете извлекать для себя полезную управленческую информацию, на основе которой вы будете принимать управленческие решения, если вы не поработали над формулированием того, что вы хотите контролировать и по каким сотрудникам. Ну вот в качестве примера буквально, если у нас есть человек, который, ну, человек-программист, назовем его так, который работает по часам или кто-то, кто в основном выполняет задачи по часам. Вот есть инструмент, который мы сейчас показали, Василий показал вам, как работать с задачами и осуществлять учет времени по часам. Там есть кнопка, вы стартуете, заканчиваете работу на задачи и потом в отчете видите, столько-то времени затрачено на определенное количество действий. Вот, пожалуйста, ресурсный учет по задачам сейчас у вас на экране Василий показывает, как это выглядит. Тут по нулям, потому что база тестовая, но теоретически, если работа велась, то вы увидите там конкретное время. Так, планируемые затраты, затраченное время, все, мы можем это видеть сразу и обсуждать легко, точно так же на планируках открывается, смотрится, проверяется. Да, этот отчет вы можете сформировать за любое количество времени. Нужно за день, пожалуйста, за день, за неделю, за месяц, за тот период, который вам интересен сейчас. По конкретному сотруднику или по подразделению можно поиграться. Если у вас есть человек, который работает с клиентами, например, и в его задачу входит удовлетворенность консультации, то это немножко другой инструмент, да, это человек, который работает, например, в чатах, консультирует клиентов, и клиенты ставят ему оценки, лайки и дизлайки. И вот именно этот показатель вы потом корректируете. Мы сейчас прямо отчет в работе с контакт-центром не показываем, но вы точно так же заходите в отчеты и говорите, такой-то сотрудник, количество лайков или процент удовлетворенности. Смотрите, что происходит там. Очень тоже. Ну, действительно, когда мы говорим вообще про контроль и работу сотрудников, очень важно ее разделять на внутреннюю работу. Это и внешнюю, когда мы работаем с клиентами. Очень часто много деятельности рабочая идет внутри, ее надо контролировать как исполнительская дисциплина, еще что-то. И коммуникации с клиентами это тоже одна из метрик, которые нужно контролировать. И да, Миш, ты очень правильно сказал, у нас точно так же чат поддержки, которые есть, у нас очень много клиентов на саппорте, много клиентов, просто приходят там за бесплатными консультациями. И вся их работа она всегда оценивается. Точно так же, как там вам техподдержку пишут, в конце всплывает хороший вопрос, оцените, пожалуйста, работу специалиста. У меня на днях менеджер по продажам прибежала со словами «Мне поставили лайк». Она рада, она довольна, это тоже хорошая обратная связь, когда она отработала с клиентом. Она не работает непосредственно в чатах поддержки, но подключает туда в том числе иногда, если нам просят помочь коллеги. И она довольно рада этой обратной связи, она в этот момент сразу тоже хочет намного эффективнее быть самой, она будет стараться дальше, потому что понятный, простой такой инструмент, который впрыск дофамина, да, вот этого дофамина, эндорфинов, которые в кровь нам поступают, хороший действительно инструмент, и мы можем строить отчеты у нас, например, раз в месяц мы проводим съем этой метрики от 96 до 98% регулярно стабильно удовлетворенность клиентов с консультациями в чате. Это крутая метрика, метрика крутая, результат крутой очень, 96-98% удовлетворенности под Нежкой, очень хороший результат. Тут прям вот комплимент вам. Спасибо большое. Мне хочется небольшое резюме, мы уже полтора часа в эфире, хочется немножко подбить по второй части ключевые тезисы, про которые мы говорили, и, наверное, я попробую начать, если там что-то я забуду, то Василий дополни. Значит, первое, о чем мы говорили, что контроль через прозрачность достигается за счет того, что все понимают правила игры, как ты просишь человека что-нибудь сделать, и как он это делает. Из инструментов конкретных мы показали, например, Task Tracker, задачи и проекты в Bitrix24, когда все внутри системы, если задача поставлена в чатике, то она не считается задачей поставленной. Она должна быть поставлена внутри задачи проектов, и ты должен понимать, какой срок, что сделать и как это сделать. Были вопросы про принял и не принял задачу, что нужно ли писать такой в комментарии, но вот опять же из обратной связи с разных компаний, это зависит от культуры компании. Иногда так получается, что в компании не принято не принимать, вот так, простите, уже за формулировку, что директор раздал задачу и вариантов не сделать ее у тебя нет. Если у вас такая культура компании, да, окей, вы отправили задачу и вам нужно просто удостовериться, что человек получил, видел ее, потому что информации может быть много и принял это в том числе, что да, я видел, окей, я взял такую задачу. Если у вас в культуре компании задача принимается не по умолчанию, а нужно объяснить, зачем это нужно и согласиться, то вот тот сценарий, про который Василий рассказывал. Это инструмент прозрачности, инструмент контроля. В любой момент времени руководитель может зайти и посмотреть по счетчикам, по отчетам, по срезам просто в списке, у кого какие задачи, сколько их. Если нужно составной отчет, сколько времени затрачено на задачу, какое количество задач сделано, то, пожалуйста, можно посмотреть в один, во второй отчет. Если нужно сделать один какой-то общий, коллеги наверняка могут помочь с этим по умолчанию. Вот такой дэшборд, в котором вся аналитика собирается, он индивидуальный и сделать какой-то универсальный не получается. И еще один инструмент, который мы прямо сейчас не показали, которым можно пользоваться для контроля, это отчет руководителю. Прямо вы настраиваете, когда этот отчет руководителю прилетает, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, и всплывает у человека окно, что ты сделал. Туда попадает событие из календаря, вот сейчас Василий показывает, туда попадают задачи, которые там завершены с учетом рабочего времени, и ты дописываешь руками, что еще ты такого сделал. Это тоже нормально дисциплинирует, отлично получается. Если у вас расширенный экран видно, то вы как раз видите, как настраивается на разных сотрудников, на отдел или на конкретного человека, когда вылетит у вас такой отчет. Это инструменты контроля. Их не один в Bittrex 24, их можно смотреть, использовать. Выберите, какой удобный формат для вас, там, правильный. Мы показали, наверное, один из самых базовых сценариев. На все вопросы мы на этом вебинаре сегодня, к сожалению, не ответим. Вас, правда, очень много, друзья. Спасибо, что вы прямо до конца вместе с нами. Мы обязательно ответим на все вопросы позднее. На всякий случай, если вдруг... Сохраняется выгрузка с отчетами, с вопросами в чат? У нас будут вопросы, да. Сможем ли вы идентифицировать прямо, кому конкретно ответить на вопрос, может быть, и нет. Но что мы точно сделаем? Мы сохраним запись вебинара и по адресам электронной почты, на которой вы регистрировались, отправим такую запись. Если у вас будут вопросы, то их можно будет позадавать, например, Василию. Контакты Василия непременно в письме, которые будут, итоговые будут. Можно будет помучать его, что это такое, тем более, что Василий в качестве жеста доброй воли и подарка говорит, что есть у него консультация с той самой техподдержкой, которая есть внутри. И как раз вот в чатах техподдержки можно отдать запрос, вопрос, на который мы сегодня прям вслух не ответили. Да, есть и консультации, готовы проконсультировать. И пишите, я не знаю, я могу сейчас в чат тоже кинуть почту на всякий случай, если у людей есть какие-то там срочные вопросы. Мне можно написать, мы обязательно подключимся, ответим на эти вопросы. Помимо этого, мы отдаем вам большой видеокурс внедрения Bitrix24 самостоятельного. Там 10 уроков, больше 10 часов, пошагово, по каждому действию. Мы записывали, старались с коллегой очень долго. Пользуйтесь, прям действительно просто берете и настраиваете шаг за шагом. Себе Bitrix24, очень круто работает. Курс пришлем на почту. Да, я вижу вопрос. Пожалуйста, на почту мне можно написать тоже, если есть какие-то вопросы индивидуальные. Консультации тоже там вас много. Сразу не обещаю, что в этот же там день или на этой неделе сможем всех взять, но готовы встречаться, обсуждать, консультироваться. Поэтому будьте готовы. Мы в любом случае вам пришлем всю информацию, свяжемся, запись вебинара тоже будет. Да, в видеокурсе тоже в рассылке будет. В котором будет и видеокурс, ссылка на видеокурс и ссылка на запись вебинара, которую можно будет посмотреть. Значит, были вопросы еще, будут ли по другим блокам Bitrix24 вебинары. И да, посмотрите, пожалуйста, на общий лендинг. Я попробую бросить его тоже в чатик сейчас, как он звучит, как он, вернее, пишется. И там мы запланировали не только вебинары по контролю. Контроль – это первый старт, и вот тот, с чего мы начинаем. Там есть разные вебинары. Там будет вебинар и по CRM-системам, контроль, вернее, не контроль, а по развитию отдела продаж по работе. Будет вебинар по процессам, мы там будем показывать процессы. Нужно посмотреть на тот, который нравится, записывайтесь. Мы примерно в таком же режиме. Будем выходить дальше. Весьму отправим. И теперь у нас осталась, наверное, последняя история с награждением. Мы в самом начале обещали подарить что-то вкусное, классное тому, кто выполнит некоторое количество действий. Поэтому вторую часть вебинара с Василием мы завершаем. Василий, спасибо тебе огромное. Коллеги, очень рад был пообщаться. Василий с вами на связи остается. Все контакты его есть. Я думаю, с ним вы продолжите даже больше коммуницировать, чем со мной. Все, коллеги, поэтому, да. Да, счастливо. Значит, последнее действие, которое нам сейчас осталось сделать, это разыграть по участникам, по участникам, так, сейчас я разбираюсь с интерфейсом еще немножечко, разыграть самый главный приз волшебный, и я для этого иду показывать вам свой экран. Так, вот такой вот. Так, сейчас, друзья, у вас сейчас у вас должно произойти вот что. Вы видите мой экран. Я сейчас иду в сервис. То есть, я напомню, что мы делаем. Мы в инстаграме битрикс24 вот здесь вот под этим постом должны были ставить лайки, упоминать двух товарищей и в сторис выкладывать, как вы смотрите вебинар. И среди тех, кто выполнил все условия конкурса, мы вот сейчас в специальном сервисе. Так, берем эту ссылку и в режиме реального времени выбираем одного участника случайным образом, кто будет удостоен приза. Так, вот у нас есть количество комментариев. Мы говорим, что призовое место у нас только одно. И сейчас нажимаем кнопку участвовать. Так, использовать рандомайзер. Да, давайте использовать. Значит, мы генерируем случайное число, которое есть, и это номер 9. Так, вот так выглядит инстаграм победителя. Сейчас мне коллеги обещали написать, выполнены ли там все условия. Так, я прям жду. Так, нет, пишут, нет, а скажите еще раз, нет, не выполнены, что там, нет сторис. Ах, вот так вот. Нет, сторис это обидно, но хорошо. Мы нажимаем еще раз. Еще раз генерируем число. Так, и коллеги, я тоже жду обратной связи. Здесь все ли хорошо? Так, да, отлично, у нас есть победитель. Я поздравляю Дмитрия. Дмитрий, пожалуйста, ожидайте от наших коллег связи в директ к себе. Мы спросим, как вам отправить в Краснодар все наши волшебные призы и подарки. И в ближайшее время всем этим поделимся. Так, еще раз, друзья, спасибо огромное за то, что вы были сегодня с нами. Повторю, сегодня мы говорили про контроль, запись пришлем, призы, подарки пришлем на электронную почту, которая есть. Если вам будет интересно что-то про Bittrex24 по другим темам, пожалуйста, посмотрите. Мы также будем говорить теоретическую часть, будем говорить практическую часть, показывать интерфейсы Bittrex24 и говорить про смыслы, конечно. Спасибо большое. Всем удачи. Продолжение следует...